Добрый вечер, вы перевести Карачаева-Черкесия в студии Руслан Жукаев. Сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов в режиме ВКС принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии под председательством вице-премьера России Марата Хуснулина. В ходе мероприятия рассказали о реализации в Республике федерального проекта «Жилье». Плановые показатели по строительству выполняются в срок. Увеличивались объемы ввода жилья на 31%. В Республике реализуется проект комплексной застройки северного микрорайона Черкеска, где планируется строительство порядка 35 многоквартирных домов. Еще почти столько же будет построено за счет инвестиционной части проекта в микрорайоне «Спутник». Кроме того, там же будут построены 5 многоквартирных домов для переселения вне граждан из аварийного жилья. Шесть проектов в сфере развития цифровой медиакультуры сегодня были представлены в Центре для одаренных и талантливых детей «Спутник». Всего в предварительный отбор для участия в программе развития цифровой медиакультуры прошли 50 ребят. Важность и актуальность каждой работы оценивали глава Республики Рашид Тимрезов, эксперты и Артур Мхце. Ученица средней школы села Учликен Аида Байчорова представляет экспертной комиссии проект своей команды. Главная задача молодых интеллектуалов – объяснить людям пенсионного возраста необходимость и удобство использования современных цифровых разработок. По актуальности и реализации каждой работы звучали экспертные мнения. В первую очередь, конечно, им бы облегчило решение всех ГУСУ, МФЦ и так далее. Мне кажется, это была бы еще и очень практическая помощь для них. Всего членам жюри были представлены шесть работ различной тематики. Компьютерная и правовая грамотность, популяризация патриотического воспитания, национальных видов спорта, информирование об исторических личностях Карачао-Черкесии и видеовизитка до сопримечательностей республики. Умение грамотно составить проект, обосновать его важность, сделать акценты на наиболее выигрышных позициях – все это непременно пригодится во время их реализации и взаимодействия учащихся с вовлеченными в процесс ведомствами. Проблематика нашего проекта заключается в том, что многие школьники не так увлечены программой уроки о важном, разговоры о важном. Поэтому мы разрабатываем национальный проект, чтобы продвигать идеи патриотизма, именно опираясь из наших корней. Наш проект просвещен интеграции пожилого населения в медиасферу. То есть мы будем организовывать открытые мастер-классы, после чего будем просить людей, пожилых людей, подписываться на наш телеграм-канал, на наш ютуб-канал, будем публиковать видеоролики, обучающие видеоролики. Думается, как нельзя, кстати, будут и коррективы в проектные работы, внесенные главой республики Рашидом Тимрезовым и руководителями региональных профильных ведомств. После того, как все проекты были представлены, экспертное жюри определилось с местами и обладателем Гран-при. Наиболее значимой названа работа, которая должна помочь изменить в лучшую сторону отношения пожилых людей к государственным сервисам, онлайн-платформам и гаджетам. Гран-при получает помада «Обратное наставничество цифровой товарищ». Впрочем, это вовсе не значит, что остальные проекты останутся на бумаге. По каждому из них будет сделано все необходимое, чтобы развивать цифровую медиакультуру различных категорий населения республики. Глава региона пожелал каждому участнику мероприятия дальнейших успехов в любом направлении профессионального развития, которое они для себя выберут. Артур Махцем, Мухаммед Ашебоков, Вести, Карачао, Черкесия. Более одного километра новых карнолыжных трасс откроют в Дамбайе к 2024 году. Осмотр инвестиционной площадки по строительству новых объектов в курортном поселке состоялся сегодня на выездном совещании с участием замминистра экономического развития России Сергеем Назаровым, заместителя полпреда СКФО Владимира Надыкта, председателя и члена правительства республики. До конца этого года планируется построить и реконструировать сети карнолыжных трасс общей протяженностью более 17 километров, а к следующему году скоростную канатную дорогу гондольного типа «Апарт-отель» на 96 номеров и кафе «Купол» на 250 мест. Также в планах строительства сооружения инженерной защиты «Кавказ-РФ» подготовит мастер-план развития Дамбая, который подразумевает анализ и предложения по обустройству новых канатных дорог и трасс архитектурному облику курорта в перспективах развития новых горновожных деревень. Сегодняшний день, на мой взгляд, достаточно неплохо развита вся горная часть, с учетом того, что перспектива и строятся дороги, соответственно, в этом году еще две канатные дороги будут. Да, наверное, можно модернизировать, добавляются трассы еще, тоже республика строит, дополнительно расширяет трассы, приводится. А вот с этим поселком, конечно, здесь большая проблема. Тоже мы обсуждали о том, что нам надо будет совместно сейчас сделать мастер-планирование, соответственно, нарисовать перспективу, потому что много, соответственно, есть объектов незавершенных, фактически треть объектов незавершенных от общего количества. Вся инфраструктура дорожная, уличная дорожная сеть, она достаточно хаотичная, потому что весь период этот постсоветский застроен был как попал. Поэтому внести, или будет так, сделать новый генплан, соответственно, сформировать общественное пространство, убрать то, что тут незаконно, и тогда вид, в общем-то, будет достаточно приличный. И дальше смотреть, как его развивать в едином стиле, в едином архитектурном стиле, собственно, чтобы это было действительно привлекательно для туристов. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 2-7, а днем 10-15 градусов тепла, а в горах местами до плюс 7. В Черкесске ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 4-6, а днем 12-14 градусов тепла. Улыбка возвращает зрение. Фенталайзерная коррекция зрения в клинике доктора Крылова «Окулюс Арт». Доваторцев 39А, 43-73-87. В Кисловодском цирке с 11 марта шоу «Звездный круиз». Окунитесь в мир космических приключений на борту звездного лайнера «Ноль плюс». Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Окомный комбинат. 8-938-333-90-00. В парламенте республики обсудили вопросы противодействия религиозному экстремизму. В совещании приняли участие депутаты Народного собрания, члены правительства и администрации, главы республики, представители силовых ведомств, духовенства, общественных организаций и помощник полномочного представителя президента России в СКФО. Было отмечено, что в Карачаево-Черкесии многонациональная и многоконфессиональная республика, в которой в мире и согласии проживают более 80 национальностей. Собравшиеся рассказали о мерах профилактики экстремистских проявлений. В данный момент ситуация в республике стабильная. Представители духовенства отметили, что работа с населением ведется в формате проповедей, объясняется сути истинного ислама и христианства. Большое внимание участники заседания уделили работе с молодежью. Руководством республики вместе с правоохранительными органами, духовенством, общественными организациями проводится работа для поддержания стабильности в регионы. Помощник преда президента России в СКФО Айдамир Валиев отметил, что в республиках Северного Кавказа ожидается усиление давления извне с целью дестабилизации обстановки в стране. И призвал объединить все усилия, чтобы не допустить разлада в обществе на основе религиозных или национальных разногласий. В рамках ежегодной декады литературы и искусства народов Карачаева-Черкесии на площадке Государственной библиотеки имени Халимат Байрамуковой прошел круглый стол по теме сохранения и развития культуры языка карачаевского народа. Ахмат Халкетчев продолжит тему. В своей художественной и предельно чувствительной декламации строго народного поэта Карачаева-Черкесии, классика карачаевской литературы Азамата Суинчева рабочую часть встречи предварили братья-близнецы Даулет Гири и Азамат Гири Тамбиева. Несмотря на довольно юный возраст, ребята также показали весьма глубокое осознание в сути обсуждаемой проблемы. Если родители сам не начнут первого разговаривать с малых лет, например, на карачаевском языке не будет ему читать какие-нибудь стихотворения, таких-то поэтов или какие-нибудь песенки ему напевать, то у него слух не приспособится к своему родному языку, и он не захочет на нем разговаривать. Я считаю, надо именно у себя дома разговаривать только на своем языке, а уже за домом, в школе, в городе ты уже сам научишься русскому языку. Поэтому одно другому не мешает, главное – желание. Круглый стол организован во взаимодействии Национальной библиотеки имени Халимат Байрамуковой и кафедры Карачаева-Балкарского языка Республиканского института повышения квалификации работников образования. С целью более эффективных обсуждений координаторы встречи, помимо учителей родных языков, общеобразовательных школ и дошкольных учреждений, также привлекли представителей научно-творческой интеллигенции и республиканского Миннаца. Такие мероприятия важны для того, чтобы мы могли сверить стрелки. Подумать о том, как можно заинтересовать в том, чтобы изучали свои родные языки наши учащиеся. И со стороны Министерства по делам национальности, и со стороны Министерства образования, и преподавательского сообщества, писательского сообщества делается очень многое. Выступавшие представили доклады по темам роль семьи и родителей, роль дошкольного воспитания и школьного образования в вопросах сохранения родного языка среди подрастающего поколения. Также обсудили возможность более эффективного использования потенциала средств массовой информации на национальных языках и сценического искусства. О своем опыте на стезе популяризации родного языка, литературы и национальной культуры рассказали и учителя общеобразовательных школ республиканской столицы. Наша основная цель – выпускать таких учеников, которые должны нравственно воспитанные. Должны дети знать наших ведущих людей в области музыки, в области художественной литературы. Писателей, журналистов, ученых – они же должны знать. Также участники встречи обсудили вопросы организации и проведения конкурсов на знание родного языка и литературы, а также материально-духовного наследия своего народа. Ну а вся необходимая научно-литературная база, обязательная как для организации, так и для участия в подобных мероприятиях, была представлена на развернутой просмотр выставке. Здесь представлены наши книжные памятники, здесь представлена наша вся периодическая печать, вся литература, которая выпущена карачаевцами о карачаевцах, об истории карачаевского народа, вся литература мы постарались выставить. В конце мероприятия участники круглого стола, проанализировав все выступления и предложения, основываясь на уже имеющемся опыте, приняли резолюцию с целым рядом рекомендаций в адрес республиканских Минобра и Миннация, а также исполнительных властей региона. Ахмат Халкичев, Олег Мухожев, Вести Карачаева, Черкесия. Выставка «Аланский след. Карачаево-Балкарский костюм» открылась в Тибердинском национальном парке. И не только жители соседних населенных пунктов, но и туристы пришли посмотреть прекрасные работы модельера, дизайнера национального костюма Заремы Хабчаевой. Подробнее Алла Динаева. Посмотреть изысканные платья ценители красоты собрались в этот день в Тибердинском национальном парке. В одном из залов информационного визит-центра открылась выставка. Право перерезать ленточку предоставили модельеру, дизайнеру национального костюма Зареме Хабчаевой и директору Тибердинского нацпарка Алику Динаеву. На выставке «Аланский след» Карачаево-Балкарский костюм есть на что посмотреть. Каждая работа модельера Заремы Хабчаевой уникальна, требует таланта, знаний и усердия. Представлена здесь и коллекция княжеской семьи у Рузбеевых. От имени коллектива Тибердинского национального парка собравшихся поприветствовал Алик Динаев. Администрация национального парка, помимо своей основной функции, это охрана природы, мы все знаем, решила заняться и вот таким духовным, так сказать, материальными вещами. То есть мы свободные помещения организовали в Ермонтовской выставке. Сегодня мы делаем первый шаг, знакомим наших гостей с культурой народов, с обычаями народов, которые проживают у нас на территории нашей прекрасной республики. Костюм наиболее яркий определитель национальной принадлежности. Воплощение понятия об идеальном образе представителя своей нации, сливаясь с физическим обликом, он рассказывает об индивидуальных особенностях человека, его возрасте, социальном положении, характере и эстетических вкусах. Для каждого народа его национальный костюм является не только наследием предков, возможностью понять то, как и чем жили те люди, но и способом самоидентификации. Показали собравшимся и карачаевские свадебные обряды. Рассказали, почему невесту покрывают тремя белыми платками. Если бы вдруг одна из сторон была бы не согласна, то на девушке было бы два платка вместо плен. Значительный вклад в сохранение традиций золотого шитья народов Кавказа и популяризацию традиционного женского национального платья вносит Зарема Хабчаева. Наша культура, культура аланского народа, ему уже более 3400 лет, которое идет по сей день. Для наших потомков, чтобы они помнили культуру своего народа. Национальный костюм карачаевского народа древний и загадочный. Кроме необыкновенной красоты и гармонии, несет в себе столько неразгаданных загадок и зашифрованных посланий, что ни одному поколению предстоит еще постигнуть эту тайнопись. Выставка продлится до 28 марта. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Акушерка». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!